Здравствуйте, уважаемые друзья, зрители YouTube-канала Daily Europe Online. У меня в гостях Сломир Майман, заместитель директора Института по безопасности Польши, и Евгений Кудрик, журналист из Германии. Добрый день. Здравствуйте. Сразу видно, что Дональд Туск у власти, партия гражданского платформы у власти, что даже господин Майман, поскольку его коллеги у власти, вынуждены быть при параде даже в воскресенье вечером в рубашке, в галстуке. Но мы с Евгением поскромнее, у нас пока что никто не пришел к власти, поэтому мы так поскромнее. Хотя нет Евгения в рубашке, он, видимо, уже подрядился тоже, наверное, под какую-нибудь альтернативу для Германии. Ну ладно. Ну ладно. Да, ну ладно. У нас сегодня ряд интересных тем. Давайте начнем. Арест Павла Дурова, основателя сети ВКонтакте, запрещенной в 2017 году решением света национальной безопасности Украины при Петре Порошенко в Украине. К тому времени Дуров продал сеть ВКонтакте, основал сеть Телеграм. На сегодняшний день Телеграм в русскоязычном пространстве очень популярный социальный мессенджер. И здесь я подчеркиваю, необходимо, правильно считает Максим Кац, разграничивать восприятие Телеграма в русскоязычном пространстве и в англоязычном. Действительно, в англоязычном пространстве, господин Майман, не даст мне соврать, Телеграма практически не существует. То есть, в основном все пользуются только Ватсапом. И ту, скажем, важность, которую он имеет в русскоязычном пространстве, конечно, в англоязычном он не имеет. То есть, в русскоязычном пространстве это Телеграмы, каналы, такие-сякие, общение, монетизация, реклама, все что угодно. Ну, в англоязычном пространстве его мало кто знает. Те, кто русским языком владеет, те знают украинский. Значит, Дуров прилетел в Париж из Азербайджана, где он был три недели, то ли встречался с Путилем, то ли не встречался, непонятно. Его арестовали, задержали, и ему вменили, в общем-то, все. Ему вменили покрывательство торговли наркотиками, проституцией, детской порнографией, ну вот все что угодно. То есть, по сути, на него, как на владельца социальной сети, пытаются повесить все, скажем, проблемы, которые связаны с эксплуатацией этой сетью. А всему виной то, что он не пошел навстречу западным спецслужбам и не, скажем, согласился раскрывать по их требованию информацию о пользователях в Телеграме. Ну, конечно, восприятие самое разнообразное было того, что случилось с Дуровым, от полной поддержки. Особо пикантное, я вам скажу, читать от некоторых украинских и российских, кстати, блогеров, в которых есть крупные Телеграм-каналы, как они призывают закрыть Телеграм и говорят, значит, обвиняют Телеграм в том, что, например, работает на ФСБ. И при этом они сами сидят в Телеграме. Ну, это такой, знаете, садомазохизм определенный. Значит, вторая точка зрения, она более умеренная. Это призывы к тому, что это основатель социальной сети, это свобода слова. И действительно, в Телеграме сидит и российская оппозиция, и, значит, Телеграм выполняет очень важную социальную функцию. Значит, в России, да и в Украине выполняет социальную функцию важную. То есть, скажем, его закрывать нельзя. Ну, действительно, для меня, знаете, вот как лакмусовая бумажка лично, было то, как отреагировали на арест Дурова, абсолютно, ну, скажем так, на мой взгляд, немотивированный. Арест Дурова, как на него отреагировали живущие за рубежом, например, российские политэмигранты. Они либо отмолчались, значит, либо попытались с редким исключением того же КАЦа как-то аргументировать. Евгений, вы там дергаете, что с вами случилось? У меня что-то исчезло изображение, никак не могу вернуть. Давайте, возвращайтесь, пока я договорю. Так вот, для меня была показательная их реакция. То есть, по сути, что получается? Вот мы постоянно говорим, что на Западе свобода слова, ты можешь говорить то, что ты считаешь нужным, а нет. То есть, ты живёшь на Западе, питаешься западными харчами, естественно, что ты не можешь говорить всю правду. То есть, то, что в реальности происходит, и в частности, комментируют то, что происходит с Дуровым, понимая, что ты пойдёшь против дискурса, а против дискурса идти ты не можешь. Ну, вот для меня это реально показатель, что те люди, которые говорят о свободе слова, о диктаторском путинском режиме, о нарушении прав человека в России, они легко проглатывают нарушение прав человека на Западе. То есть, их позиция абсолютно конъюнктурна и пикантна, что те претензии, которые Дурову выдвигали в России, в своё время сейчас выдвигают во Франции. Ну, они просто симметричны. Вот, господин Майман, есть такое, знаете, расхожее выражение пастора Немюллера. Когда я, когда, значит, приходили за коммунистами, ну, я не выходил защищать коммунистов, где они коммунисты. Когда приходили за деятелями профсоюза, я не выходил защищать деятеля профсоюза, где они деятели профсоюза. Когда пришли за евреями, я тоже не вышел. Почему? Потому что я не еврей. А когда уже пришли за мной, меня некому было защитить. Так это сказал пастор Мюллер, это известная фраза про 30-е годы в Германии. Вот, господин Майман, как вы оцениваете то, что произошло? Не кажется ли вам, что, собственно, мы имеем дело с попыткой серьезного ограничения свободы слова на Западе? Еще раз, у Дурова не было доступа к классифицированным документам, как у Ассанжи, например. То есть непонятно вообще, за что его прихватили. Но это примерно то же самое, как если бы вы сдавали в аренду квартиру, а тот, кто у вас снимает квартиру, изготавлял нелегально батончики с каким-то запрещенным веществом. Это кто-нибудь, соответственно, вы или изготовитель батончиков? То есть попросту говоря, Дурова вешают то, в чем он реально не мог принимать участие, то есть не мог иметь прямого отношения. В общем, как вы относитесь к этому скандалу? Во-первых, я вас разочарую, потому что мы не из русскоязычной зоны здесь, в Польше, но очень много моих знакомых, в том числе и членов правительства, и людей, связанных с администрацией, пользуются телеграммами. Я тоже. Правда, сегодня я получил много звонков, давая словомер, введёмся на WhatsApp, но всё-таки очень много людей в Польше пользуются телеграммами на польском языке. Но это не суть дела. Ещё одно, что мне пришло в голову, когда я следил за этим скандалом с арестом Дурова. То есть ты можешь лишиться российского гражданства, как дура. Ты можешь уехать из России, как сбежал дурак в 2014-м, по-моему. Но всё равно, когда начинается какой-то скандал, все говорят, он русский. Он русский. Президент Медведева достаточно правильно заметил, что у Дурова не получилось, чтобы избежать от этого, что он русский. То, что он выехал на Запад и стал гражданином Франции, никак ему ни в чем не помогло. Во-первых, для меня звучит вообще абсурдно, что на нём повесили и сутенёрство, и торговлю наркотиками, и насилие над несовершенстволетними, все возможные преступления, о которых кто-нибудь как-нибудь мог писать на телеграмме. Это вообще абсурдно. И такое же мнение всех наших специалистов по соцсетям, которых я успел до нашей передачи прочитать. Все говорят, это полнейший абсурд. Во-вторых, вы очень правильно вспомнили вот эту цитату пастора Немеллера, потому что не только Элон Маск, но люди более либеральных взглядов чего, считают, что это покушение на свободу слова. Что французская государственная организация, которая привела к его аресту, пытается ограничить свободу слова в самом мощном средстве массовой информации, которыми являются в наши времена соцсети. И это недопустимо. Я не исключаю, что есть, может быть, какие-то другие причины для этого ареста. Но это что на лицо? Это полная абсурдность этих обвинений и полная абсурдность этой нелепой политики ограничить свободу слов. Господин Майман, вот объясните мне, а вот как теперь, например, обвинять Россию в том, что в России, например, незаконно задерживают людей, в том, что им шьют, значит, ну, подкидывают наркотики, вставляют палки в промежности, значит, им шьют нелегальное ношение оружия, то есть, ну, детскую порнографию, кстати, тоже шьют. Вот как вот теперь объяснить, что в России, значит, это делать плохо, шить такие обвинения, это недемократично, да? Когда, по сути, то же самое делается и на Западе. Это вот первый вопрос. И второй вопрос. Вот мы часто говорим о Европейском Союзе, о ценностях, бла-бла-бла, договоры о Европейском Союзе, статья 2, вау, да? И вот такое вот происходит, да? Так вот возникает вопрос, собственно, а чего же тогда в предбаннике стоят ряд государств, Молдову, Украина, ну, там, бывшие Югославские республики? Ну, безусловно, что-то подобное может быть и в этих странах. Если в этих странах может быть что-то подобное, что в стране-основательнице Европейского Союза, так, может быть, всех скопом принять в Европейский Союз и хватит рассказывать про коррупцию, хватит рассказывать про ущемление прав человека. Когда вот мы видим во Франции, ну, вот, да и коррупция тоже есть, но вот пример ущемления откровенной там прав человека. И вы это не отрицаете. Или, собственно, скажем, можно ругать Орбана, можно угрожать Орбану санкциями, потому что он лицом не вышел, да, политическим. А когда касается дела Франции, так сразу в кусты? Во-первых, я бы не стал обобщать, потому что это не какая-то всеобщая тенденция на Западе, но какое-то действие одного французского государственного агентства. То есть, во-первых, давайте не обобщать. Для вас, господин Майма, но Дуров – это такая фигура, это так быстро произошло, что это не могло быть без политической воли руководства страны. Ну, перестаньте, вы это прекрасно понимаете. Во-вторых, я думаю, что сравнивать то, что делает российское государство и то, что делает крупный частный предприниматель Дуров, тоже не стоит. То есть, российское государство не первый раз, конечно, сделало из цензуры, из ограничения свободы слова, из правополитической, полицейской провокации метод действия. Что касается господина Дурова, он просто… Не-не-не, я сравниваю Россию с Францией. Вы не поняли, я не Россию Дурова сравниваю, а сравниваю действия России и действия Франции. Тем более. Тем более. То есть, мы имеем дело с одним каким-то непонятным, нелепым случаем. Господин Маймин, вы перестанете, пожалуйста. Вы не скажете, что методом существования французского государства является политической провокацией ограничения свободы слова. Господин Майман, дорогой мой. Нет, это касается. В России какой-то уже десяток лет или не сотню лет ограничение свободы слова, всякие политические провокации являются… Господин Майман. Такономерным методом существования российского государства. Вы когда говорите… Никак нет. Господин Майман, вы когда… Лиха беда начала, как говорится. Вы когда говорите про какого-то чиновника, но я же где-то это слышал, когда арестовали Гусинского в 2000 году, когда еще российская власть стеснялась, я вам напомню, Путин, он был в Испании в тот момент, он рассказывал о том, что он не может дозвониться к генеральному прокурору и узнать, как это так, почему Гусинского арестовали. Вот эту историю про чиновника, про царь хороший, бояре плохие, мы в России про это слышали, когда еще в России было какое-никакое гражданское общество. Еще раз, я не сравниваю Россию и Францию. Я говорю о другом. Я говорю про, скажем, понимаете, вопрос дискурса и вопрос отношения к свободе слова. Когда человека такого калибра, как Дуров арестовывают, то у меня, скажем, возникает очень простой вопрос. Почему страны, члены Европейского Сюза, мне задают Париже вопрос? А насколько было правомерно применять подобные санкции к человеку, имеющему очень важное общественное значение? Почему, когда Орбан летит в Москву, ему, значит, делают замечания и угрожают лишить Венгрию право голоса? Хотя тоже не решают. Естественно, что на это не хватает ни сил, ни воли, ничего. Но хотя бы угрожают. А в случае с Парижем, вообще Парижу, никто не задает вопрос. Или это как в скотном дворе Орвелла. Все животные равны, но есть равные. Знаете, я еще раз повторю. Что касается России, для меня это дело ясно. Нельзя сравнивать диктаторского полуфашистского государства с демократической республикой, где тоже могут произойти какие-то неприятные инциденты и перегибы. В демократической Франции пытались посадить и посадили Дрейфуса. Вот это раз. Во-вторых... Извините, это было сто лет назад, господин Майман. Это было сто лет назад. Это было сто лет назад. Но все равно. Но это была все-таки Французская республика. Да. Основанная на принципах французской революции, как и нынешняя республика французская. И еще раз. Вы делаете огромную ошибку обобщения. Это не то, что вот весь мир, западный мир, имею в виду, пытается ограничить свободу слова или, не знаю, выступать против Виктора Орбана, потому что у него другое мнение. Нет, западный... Евросоюз выступает против Виктора Орбана, потому что он не опасен для нашей европейской, нашей с вами безопасности. Просто-напросто. Дело Дурова. Это пока что один инцидент, которого мы до конца не понимаем. Но, конечно, если мы осуждаем ограничение свободы слова, не знаю, возьмем этот еще раз Российскую Федерацию, не можем поддерживать ограничение свободы слова почему-то и беззаконие во Франции. Если это на самом деле случай беззакония ограничения свободы. Господин Майман, смотрите, вот я смотрю, вот, например, вот в Украине Телеграм есть у каждого чиновника публичный канал. Извините, в Телеграме сообщают, в том числе во время тревоги, то есть, когда там тревога, чтобы люди шли в укрытие, сколько идет, идут ракетные обстрелы. В Телеграмах люди собирают донаты, в том числе для помощи армии и для борьбы с российской агрессией. Да, в Телеграме есть и российские военкоры, но на то существует и плюрализм. И меня удивило то, что в Украине публично никто не поддержал Дурова. Опять же, почему не поддержал? Потому что агент ФСБ Дуров и потому что он россиянин. Хотя при этом все забывают о том, что Телеграмом в Украине активно пользуются и объективно говоря, да, им пользуются российские военкоры, но им пользуются очень много достойных людей в Украине, которые благодаря этому в том числе и делают очень много хороших вещей в Украине. Это тоже правда. То же самое, ну вот в Польше, вы говорите, тоже пользуются Телеграмом. Так вот я удивляюсь, что нет ни одной официальной реакции. То есть мы с вами здесь беседуем на кухне, но нет ни одной официальной реакции европейского чиновника. Вот когда в Азербайджане два дня назад прихватили какого-то политолога из Чехии, который там зашел за берега и начал личные выпады делать в адрес азербайджанской власти, это плохо на самом деле. Но с другой стороны, он тоже должен был думать головой, то, что он пишет и говорит, и понимает, что есть некие правила игры. Но дело же не в этом. В Европе сразу негативная реакция. Сразу обвинение в адрес Азербайджана. Азербайджана обвиняли в отношении прав жителей Карабаха. Хотя никто никого не выгонял, люди сами ушли. Ну и так далее, и так далее. То есть Януковича обвиняли, когда он там сажал Юлию Тимошенко. А все высказывались, говорили и так далее. Когда арестовали в России какого-то оппозиционера популярного, Карамурзу, например, все высказывались на эту тему. Я задаю простой вопрос. Чем дуров не угодил политической элите европейской, то, что ни один человек, ни один лидер государства, ни один чиновник, как воду в рот набрали, не высказался по поводу этого. Не кажется ли вам, что это несправедливо, что это подтверждает простую истину, что в Европе давно нет никаких ценностей, а есть просто ханджинство, есть просто имитация. И вот и все. Слушайте, во-первых, во-первых, дурова задержали в субботу, сегодня воскресенье, когда мы говорим. То есть было бы очень наивно ожидать каких-то официальных реакций во время выходных. Это раз. Во-вторых, обвинили дурова в этом, что я считаю абсурдным. Обвинили в том, что в этих преступлениях, которых на нем повесили, как на новогодней елке. Но никто не собирается из этих французских чиновников закрывать канал Телеграм почему-то. И не путайте вот этого, что задержали человека за то, что он не обвиняет на преступлениях. Его лично обвиняют, но никто не собирается в канал. Господин Майман, господин Майман, господин Майман, ну... В-третьих, в-третьих, могу закончить предложение, пожалуйста. Вы слушайте, извините, дайте я это скажу. Вот Маск, он правильно говорит, вот к Инстаграму, вы думаете, меньше нарушений в Инстаграме, но претензии почему-то к компании Мета и к Цукербергу претензий нет. Но Маск дает свою интерпретацию почему? Что просто Цукерберг, он пошел, так сказать, навстречу компетентным органам. Дуров не пошел. Я не знаю, может быть, он пошел, я не знаю. Но вы говорите, что вот арестовали, значит, его, но не трогали соцсеть. Да перестаньте. Проблема в следующем. От Дурова хотят добиться, значит, лояльности, хотят, чтобы он пошел на сделку. Хотят, чтобы эта социальная сеть, ну, по сути, крышевалась западными, там, спецслужбами, еще какими-то спецслужбами, то есть, чтобы Дуров пошел на сделку, не хотел по-хорошему, значит, тогда будет баланду жевать, как говорил когда-то Путин про того же Гусинского. Вот я об этом говорю, что методы российские, понимаете, о чем я говорю? То есть, вместо того, чтобы совершенствовать методы по борьбе с детской порнографией, делают что? скажем, под тему детской порнографии, значит, подгоняют необходимость давления на Дурова. Это же типичный советский метод. Знаете, как по советских странах давят на человека, возбуждают уголовное дело как бы ни о чем. А под это уголовное дело забирают у него технику, ограничивают его передвижение и все что угодно. Но типичные светские методы, понимаете? Но неужели вас это не пугает? Ну, господин Маймур. Знаете, пока меня не пугает, потому что вот, во-первых, мы слишком мало знаем. Это раз. Во-вторых, конечно, премьеры, министры, президенты ничего еще пока не сказали, но я уже упомянул. В Польше в интернете очень много голосов людей, связанных пока что с бизнесом соцсетей, которые вообще не понимают, как это могло произойти. Это не так, что все говорят прекрасно. В-третьих, это может нравиться или не нравиться. Проблема с Дуровым то, что он россиян. и мы живем как раз в такое время, когда не все готовы упомянули Украину, не только в Украине, защищать русских. И это как будто бы дополнительный аспект этого положения. Так это же укрепляет путинский режим. То есть, по сути, это укрепляет путинский режим. И, понимаете, идейно и практически укрепляет, потому что весь мир показывает. То есть, возвращайтесь обратно в Россию, укрепляйте путинский режим, вы здесь не нужны, пошли вон или к ногтю. Знаете, я сегодня читал интервью с очень известной немецкой социолог по случаю высказаний этих новых политических эмигрантов, которых поменяли на российских шпионов. И это Фрау очень возмущается, что вот эти эмигранты говорят вот так, давайте санкционировать Путина, давайте санкционировать режим, но оставьте в покое население Российской Федерации. Они ни в чем виновны, потому что виновен Путин и его команда. И она говорит, что ж такое? Мы против не только Путину, но мы против всех россиян, которые позволили, чтобы такое, что происходит с Россией сейчас происходило. И эти мигранты, эти россияне не правы, их романтика совершенно бесполезна. И когда заканчивалась Вторая мировая, никто не говорил, что давайте Гитлер это плохой, а немцев, мирных немцев оставим в покое. Никто так не говорил. Как же мы сейчас можем говорить, давайте выступать против Путина и чиновников и генералов, русских оставим в покое. Так говорит немецкая ученая. Вот по случаю высказаний вот этих наших российских эмигрантов. Что-то такое происходит в случае Дурова. Господин Майман. Может быть, он работает на ФСБ, может быть, работает на ЦРУ, я не знаю, может быть, на никого не работает. Мы все с удовольствием и, скажем так, с интересом читали, как война, российско-украинская война отражается на телеграмме, потому что вот там высказывается и украинцы, и россияне. Никаких секретных материалов, поскольку я знаю, он не украл, как вот этот Лос-Анджи. поэтому непонятно, почему он стал жертвой этого идиотского ареста. Вот делать из этого обобщающие выводы, что весь Запад решил отойти от принципа свободы слова, потому что арестовали Дурова, я бы не стал. Господин Майман, ну, это уже давно случилось. Я вам объясню, как это работает. Если хотите, я вам объясню, как это работает. Вот, например, давайте так, будем говорить откровенно, все рады мигрантам из Украины. Ну, все рады мигрантам из Украины. Почему? Потому что они быстро абсорбируются в европейские общества. И я помню хорошо, как господин Сикорский, он, еще это было при, значит, где-то, по-моему, 15-й год или 14-й год, значит, аргументировал, ну, как мы можем принимать мигрантов, например, из каких-то других стран. Вот у нас есть украинские мигранты, просто потому, что украинские мигранты, они как бы украинскими мигрантами, то есть, мигрантами на тот момент Польша заслонялась от миграции из других стран. Сейчас это делает ряд других европейских стран. Но никто практически публично, за исключением альтернативы для Германии, значит, публично не хочет заявить о том, что да, вот мигранты есть разные, беженцы есть разные, есть те беженцы, которые, ну, объективно говоря, нам ближе, а есть те, которые нам дальше, и не будем дальше уточнять. А знаете почему? Потому что, если ты так скажешь, ты потеряешь работу, тебя будут, значит, везде стесняться, то есть, будут тебя шарахаться, и ты пропадешь. То есть, ты можешь себе позволить реально быть свободным в своих суждениях, если ты богатый, если у тебя есть деньги, если у тебя есть власть, как Маск. Ну, что бы он ни говорил, он знает, что он юристами защитится, у него есть свои деньги, он ни от кого не зависит. А обычный человек, он, извините, должен держать варежку закрытой, иначе ему попадет. Вот так теперь, извините, у нас жизнь устроена. Поэтому не надо говорить про европейскую демократию. Я же вижу, вот у меня очень много знакомых активистов, как европейских, так и украинских, которые живут в Европе. Я вижу, как они очень важные темы, вот такие вот, политкорректности, темы, то же самое, то, что касается Дурова, они обходят по простой причине, потому что они боятся потерь гранты, они боятся, значит, вылететь из дискурса, они боятся стать лишними, и поэтому они эти темы все обходят. То есть, они, конечно, могут критиковать Путина за его диктатуру, за фашизм, который он построил за Россию, точно как по анекдоту, что в Советском Союзе на Красной площади можно говорить о том, что Буш дурак, да, либо там Рейган дурак. Почему? Ну, потому что на Красной площади об этом можно говорить. То есть, нельзя сказать, Брежнев дурак, можно сказать, что дурак, я не знаю, Картер дурак, понимаете? Вот точно так же и здесь. Можно говорить, что Путин – это фашист, Путин – это нацист, но при этом, когда речь касается внутреннего дискурса политического, извините, язык заходит в задницу. Знаете, вы мне напомнили, как Никита Сергеевич Крущев выступал на заседании Объединенных наций и рассказал там старинный русский анекдот. Он спорил, как раз Крущев спорил с филиппинским министром Ромеро, Ромуло, и Ромуло, когда только что-то с Крущевом начал говорить, прыгнул и сказал, что он против. И тогда Крущев сказал так, стоит мужик с другим мужиком и говорит, вот какой царь дурак, вот какой царь идиот. Подходит участковый и тащит их с собой. А мужик говорит, я же о немецком царе говорил, я же не о немецком, не о нашем. Вот примерно это то, о чем вы говорите. Я еще раз скажу, вы рассказываете об этом Западе, где вот арестуют, где лицемерия, где все охотятся за грантами, поэтому руки по швам и молчат. Я слушаю у вас рассказ про этот чудовищный Запад и думаю, боже мой, зачем мы устранили коммунизм в 89-м? Если такое чудовищное, чудовищную организацию жизни вместо коммунизма придумали, господин Майман, вы же прекрасно это понимаете, и Польша, слава богу, еще стоит особняком, вы это прекрасно знаете, потому что Польша, будучи как бы постсоветской страной, поляки, многие вещи, которые уже приняты на уровне Европы, Польша не принимает, и слава богу. И надо Польше сказать спасибо и полякам, и политической элите Польши, сказать большое спасибо за то, что они как бы стоят особняком, но опять же во многом, потому что Польша постсоветская страна, до нее это еще не доехало, она очень консервативная Польша страна. Я говорю в данном случае не про Польшу, и даже не про Чехию. А? Польша никак не консервативная. Ну, смотрите, я вам говорю собственное восприятие. Вот я вам говорю, что вот если мы говорим, я был часто в Польше, четыре же в Литве, я вам говорю хотя бы про эти две страны, если мы говорим про восточноевропейские страны. Это консервативная страна. Значит, я просто к чему говорю? Господи Майман, чтобы я, вот мы перешли к Евгению, идея моя стоит в чем? Идея моя стоит в том, что я наблюдаю, как себя ведут. У меня здесь очень много знакомых, значит, и повторюсь, европейцев, украинцев, которые живут в Европе, которые сидят на грантах. Я прекрасно знаю. То есть, я же вижу, как они себя ведут. Называть Путина диктатором они могут. Выходить на митинги против российской диктатуры они могут. Но поставить важные вопросы европейского бытия как вопросы они не могут, потому что они боятся общественного осуждения, потому что, как только они это сделают, они тут же сразу будут восприниматься как чужие. И вот и все. То есть, их вытолкнет система. Вот все очень просто. И я в данном случае просто боюсь того, что Европа, да, вот как бы победив Советский Союз, ну так чисто, ну там метафизически, сама превращается в Советский Союз точно по Шварцу. Победив дракона, сама превращается в дракона. Понимаете? Пусть не такого, но так лиха беда начала. Мы будем считать, что сейчас стадия НЭПа. Да? А дальше будет, как говорится, чем дальше в лес, тем больше дров. Да? Вот я этого боюсь, господин Майман. Вы прекрасно знаете, вы умный человек, вы знаете, что я прав. Нет, вы совершенно не прав. Но я не хочу уже, Евгений уже дрожит, хочет что-то сказать, а мы говорим, но вы совершенно не прав. Европа – это не дракон. Европа является хорошо устроенной частью мира, лучше всего устроенной частью мира. И это не то, что все сидят и боятся, вот у меня грант от него, или с работы выгонят. Я буду помалкивать лучше, ничего не скажу. Скажу только, что Путин – болван, а про остальных ни слова. Это совершенно не так. Я вам рекомендую прочесть любую польскую газету. Там уж… Так и в чем тут Польша? Это же Польша. Так это Польша. Это такое. И мы никак не консервативная страна. То есть это образ Польши 25-30 лет назад. Католическая, хорошая, консервативная страна. Никак нет. Об этом поговорим когда-нибудь позже. Евгений, ну вот смотрите, вот смотрите, я недавно сидел, обедал с одним немцем, который живет в Швейцарии, и он, кстати, голосует за альтернативу за Германию. Он вот, более того, он даже, скажем, политический активист этой партии, но не рядовой, а, скажем так, человек, который не то, что принимает решения, но где-то около руководства ходит. И он, значит, мы с ним обедали, обедали, и он, собственно, ну вот, он рассказывает о том, как вот в Германии, значит, какие-то чудеса происходят с оппозиционными изданиями, вот там, с журналом Компакта или газета, еще чего-то. То есть вот, ну, складывается впечатление о том, что вот нарушение свободы слова, они не только в Венгрии, например, но они, например, из Германии. А вот есть, скажем, вот есть, то есть, как вам объяснить, вот в отсутствии конкуренции Советский Союз был полюс, от которого можно было отталкиваться. Когда Советский Союз рухнул, а левая идея западная, она продолжила существовать, она просто деградировала до той стадии, в которой она сейчас является. То есть она, по сути, ну, уже представляет не стимул для развития Европы, она представляет большую спицу в колесе движения Европы. Вот вы, и, собственно, поэтому видим рост, в том числе, поддержки альтернативы для Германии, потому что люди пытаются ухватиться вот за какую-то альтернативу. Как вы считаете? Ну, кстати, вот по поводу альтернативы для Германии, вы прямо в точку попали. Сейчас вот буквально 1 сентября пройдут несколько региональных выборов в Восточной Германии, и там пророчат победу именно этой партии альтернативы для Германии, которая займет, мало того, что первое место, она наберет, по мнению социологов, около 30%, я считаю, это очень тревожный такой сигнал. Что касается вот этого компакта, кстати, его не закрыли, а решение подвешено, и сейчас этот компакт будет выходить, и в прошлый раз я сказал, что издатель этого журнала объявил на всю Германию, что он поддерживает Путина, не побоялся, и это говорит о том, что, кстати, здесь в Германии есть плюорализм мнений, есть разные партии, в том числе такие, как альтернатива для Германии, вот сейчас союз Сары Кнех тоже может набрать определенное количество процентов для того, чтобы войти в земельные парламенты, и вот я с вами не совсем согласен, есть критика того же Шольца, можно прочитать, это не то, что там Шольц святая какая-то личность, я не знаю, там священная корова, и нельзя его критиковать, его можно критиковать, так что по поводу слова, все-таки здесь есть, есть... Евгений, Евгений, Шольца можно критиковать, но еще раз, отличие, знаете, в чем отличие, на мой взгляд, России от прогрессивного Запада, состоит в потребительской корзине, если в России есть, условно говоря, одна, значит, корзина с тошнотворным товаром по имени Владимир Путин, то в Западе постоянно подвозят все новые, новые продукты, да, и, значит, есть возможность выбрать между таким политиками, между таким политиками, но в рамках одного дискурса, а в реальности не дают возможности практически реализоваться какому-либо другому дискурсу, который тут же, тут же на старте объявляется вредным, контрпродуктивным, ужасным, то есть там фашистским, ну каким угодно, об этом говорим. Нет, ну вот смотрите, вот это та же партия для Германии, казалось бы, чего проще, возьмите и закройте ее, но если хорошо постараться, можно найти массу прецедентов, когда там были какие-то параллели с Гитлером и так далее, то есть было бы желание, как говорил Сталин, было бы человек, а статья найдется, то есть это было бы только политическая воля, но почему не принимаются такие резкие радикальные решения, потому что тогда это все уйдет куда-то в подполье и тем же спецслужбам придется сложно с ними работать. Когда они на виду, когда они открыты, пожалуйста. И с другой стороны, вы видите, что в Восточной Германии эти партии, вот альтернатива для Германии и Союз Кнехт, Сары Кнехт, Ваген Кнехт, извините, Ваген Кнехт пользуются, но они не пользуются таким влиянием в Западной Германии. И это говорит о том, что есть все равно разделение, несмотря на то, что стены нет давным-давно, а разделение между Западной и Восточной Германией есть. Теперь вот один пассаж по поводу вашего предыдущего диспута насчет свободы слова и насчет прочего. Понимаете, свобода слова предполагает прежде всего ответственность. И вот вы приводили этот анекдот, что я могу выйти на Красную площадь и сказать. Можно сказать, но надо нести ответственность. И в той же прессе мы не можем опуститься до каких-то разборок. Что касается Дурова, то там, мне кажется, вы говорите, почему не было реакции. Дело в том, что ему еще не было предъявлено обвинение. Это только он, даже он не арестован, он задержан. И завтра выйдет, насколько я знаю, пресс-релиз прокуратуры. А сегодня, кстати, уже Телеграм прислал свой пресс-релиз. Я читал, там написано, что, собственно, ему нечего скрывать, и он открыт для следственных органов. И единственное мне непонятно, почему он прилетел во Францию, зная, что он в статусе персонононград. Так, но это перескочило насчет Дурова. Теперь еще раз два слова по поводу вашего вопроса. Да. Нет, подождите, Евгений, минутку, нет. По данным прессы, я не знаю, свечку не держал, по данным французской прессы, значит, его обвинили персонононграда, его обвинили, значит, и выдали ордер на арест по Дурову буквально за 20 минут до того, как он приземлился. То есть, это решение, оно принималось оперативно. Об этом идет речь. Я не знаю, является ли его подруга агентом спецслужбы, значит, так считают в государстве агрессори, я не знаю. Это то же самое, как долгое время рассуждали, является ли Дурицкая, значит, которая подруга была Немцова, значит, агентом спецслужб. Это все от лукава. Так можно кого угодно обвинить в том, что он является агентом спецслужб. У Дурова могло быть 150 причин, почему он полетел в Париж. Например, Иван Жданов, лидер, значит, этого юриста ФБК, ФБК, да, он считает, что, значит, Дуров переехал на сделку с следствием, то есть, чуть посидит и заключит сделку с следствием и его выпустит. То есть, он себя как бы легитимирует. Я в эту версию почему-то не верю. Что Дуров делал в Азербайджане на протяжении трех недель? Встречался ли он с Путиным? А может быть, его Франция так поспешила арестовать, потому что он приехал из Азербайджана, а Франция злится на Азербайджан после съезда Союза угнетенных народов в Баку, которая организовывала, понятно, азербайджанская власть и прочее. Так называемая бакинская инициативная группа. Может быть, многообразие версий. Я говорю о другом, я говорю о политической практике. По факту человека, имеющего общественное значение, то есть, представляющего общественную значимость, просто взяли и упаковали. Я об этом говорю, не под домашний арест, его просто задержали. И это сделано как-то нарочито, без объяснения. Объяснения только будут, как я понимаю, только завтра. И никому до этого из официальных лиц нет дела. Это называется круговая порука, Евгений. Я повторюсь, когда просто ты можешь легко выступить и, значит, покритиковать Путина за поведение российской диктатуры, это, как говорится, уже отработанный вариант для многих европейских чиновников. Но когда речь касается, скажем, своих, когда речь, даже, условно говоря, если бы это касалось Орбана, я вас уверяю, об этом бы тоже все говорили. Но поскольку это касается Парижа, это настолько в голове не укладывается, это настолько противоречит каким-то устоям. Это как маму с папой критиковать. Естественно, что никто этого не делает. Вот почему. Это называется круговая порука и необъективная позиция. Да, что я хотел сказать. По поводу Телеграм, например, в той же Германии я читал некоторое время назад, что его чуть ли не собираются тут закрыть. Именно в Германии есть к нему какие-то претензии. И вообще мы забываем о презумпции невиновности. Пока не было суда, значит, все обвинения это только слова. И мне кажется, мы немножко торопимся, вот я согласен с господином Маймон, что мы торопимся, опережаем события. Вот давайте дождемся официальных обвинений, официального заключения под стражу, ареста, потому что он до сих пор не арестован, значит, ему должны предъявить обвинение в течение, по-моему, 48 часов, я не знаю, правила во Франции. Пока он в статусе, так сказать, подозреваемого, я не знаю, задержанного, он даже не арестован официально, и в понедельник действительно будет пересрелиться. Что касается обвинений, то я согласен с господином Маймон, по-моему, все, что можно было, ему, так сказать, выкатили, извините за жаргон, все, что можно было, помните, как в известном фильме, а этот самый, тоже я разрушил, что-то там какие-то руины были, да, операции, нет, это сделали до вас. И единственное мне непонятно с господином Дуровым, раз мы вернулись к этой фигуре, почему он сохранил российское гражданство, но это его личное дело. И сейчас Россия очень сильно впряглась в эту историю, в этот кейс. Россия впряглась, Евгений, точно так же, по той же причине, почему Европа молчит. Это называется следующим образом, на зло, на зло, не знаю, там, маме отмороживо уши, да, то есть Россия, если Европа, значит, если Евтушенко за колхозы, то я против. Если, значит, Европа против Дурова, значит, то в России за. Тот же самое в Европе, да, вот Европа корпоративно не может осудить Францию, ну, не может взять... Я с вами согласен, я же не спорю, есть какая-то этика, да. Подождите, не может осудить Францию за арест россиянина, чисто психологически. Точно так же в России не могут поддержать арест Франции, да, русского, поскольку, опять же, ну, как бы, он гражданин России. Вот это вот, ну, чисто психологические игры. Да, но одновременно он еще гражданин Франции, он гражданин Объединенных Радских Эмиратов, и еще у него четвертое какое-то гражданство каких-то двух островов сейчас. Сент-Невис. Вот, вот. Так что, кстати, Объединенные Радские Эмираты тоже за него впишутся, и сейчас будут его бедного дурова тянуть все в свою сторону. Так что тут много чего. И еще такой интересный момент. Вы, наверное, знаете, что совсем недавно два телеграм-канала в России были объявлены иностранными агентами. Несмотря на всю, вроде как, любовь к другу. То есть, тут очень сложные взаимоотношения. Причем, самое интересное, что один из телеграм-каналов, не буду, так сказать, его сейчас рекламировать, уже я сбился за счет, сколько раз он менял название, и теперь он, собственно, не подпадает под юрисдикцию вот этого, то есть, не юрисдикцию, а под этот закон. Потому что он поменял название, все, он уже не попадает. Так что, с телеграм-каналом там очень много всяких есть фокусов, и главное, что, чего требуют эти следователи, чтобы он сдал вот этот, так называемый, ключ-шифр, потому что этот, ну, не канал, как он называется, эта сеть, в общем, зашифрована. И от него, кстати, российские, эти самые, спецслужбы тоже требовали того же самого, он отказался. Теперь мы не знаем, что будет дальше. Последний, так сказать, штрик портрета, например, небезызвестная Маргарина Симоньян уже написала, что стирайте все быстренько переписку в телеграме, потому что завтра или послезавтра, может быть, поздно, все это обнаружится, и все это будет преданно гласности. То есть, вот весь сыр-бор из-за этого только, из-за шифра этой соцсети. Вот если Дуров сдаст, так сказать, этот шифр, то все станет, так сказать, на свои места. Ну, я это просто, чтобы тему завершить, завершу, так сказать, Вольтером, да, я не могу быть с вами согласен, но я жизнь отдам за то, что вы имели право сказать свою точку зрения. Конечно, можно сказать, что одно дело что-то, значит, заявить, особенно если у тебя нет политической ответственности, если ты не руководитель государства, да, другое, проводить реальную политику. Но, тем не менее, великий француз Вольтер так сказал. Я жизнь отдам за то, чтобы у вас была возможность сказать свою точку зрения, даже если я с ней не согласен. Ну, что же, господин Майман, вот, вступление Азербайджана в БРИКС. Как вы оцениваете это решение? Вообще, мы видим, как БРИКС постепенно расширяется. То, что произошло с Дуровым, объективно говоря, работает в том числе и на расширение БРИКС, и на глобальный юг. Я в Ангу, и скоро на сайте Россия в глобальной политике появится статья, где с помощью кейса Дурова, да, мы, кстати, видим, между прочим, обратите внимание, кто поддержал Дурова? Узбекистан, Казахстан, Азербайджан, Россия. То есть, страны глобального юга, и здесь снова прошел раскол, да, то есть, по сути, арестом Дурова, арестом Дурова, как бы, Запад, ну, дополнительно скрепляет, да, но это, понятно, мелкий вопрос в масштабах этих стран, но тем не менее, эти страны корпоративно скрепляют, то есть, как есть корпоративная солидарность на Западе, так и есть корпоративная солидарность на глобальном юге, то есть, происходит поляризация, и вступление Азербайджана в БРИКС, это усиление этой поляризации, так, и усиление, собственно, институциональных форм глобального юга. Как вы считаете, господин Майман, согласны ли вы со мной? Да, в принципе, я согласен, мы уже несколько раз говорили о том, что появляется новая политическая сила, это глобальный юг, она появляется и вследствие политики, прежде всего, Китая, который поменял в последние годы, два-три года совершенно направление своей политики и поддерживает развитие глобального юга, с которым исторически идентифицирован Китай, и все огромные программы, которые проводятся Китаем в мире, глобальная цивилизационная программа, глобальная программа безопасности и так далее, и так далее, мы о них в Европе почти ничего не знаем, потому что они направлены на страны глобального юга. То есть возрастает роль глобального юга в связи с тем, что налицо явление, такое явление, что мир становится многополюсным, не двухполюсным, как было в советско-американские времена, не двухполюсный, как о чем мечтают американцы в своем противоборстве с Китаем, мир становится многополюсным, один из главных игроков в этой стране глобального юга. И БРИКС был создан как противовес для групп, которыми руководит Запад, то есть G7 и G2. и мы видели, как этот БРИКС растет, сначала это три страны, потом четыре страны, в прошлом году присоединилось еще несколько стран, сейчас Турция, Азербайджан, и это уже свыше 40% населения всего мира, и, может быть, важнее более 30% мирового валового продукта. То есть это сила. И эту силу объединяет то, что не соглашается на доминирование коллективного Запада, не соглашается на доминирование коллективного Запада, не соглашается на то, чтобы мир вертелся вокруг Соединенных Штатов Америки просто-напросто. Это не обозначает, что все члены БРИКС выступают против Америки или против Запада, но это обозначает, что они против доминации Запада и, прежде всего, Соединенных Штатов Америки. Конечно, БРИКС это не военная организация, это не политическая организация, это экономическая организация. Но вот этот антиамериканизм БРИКСа или отрицание американской доминации налицо. Смотрите, господин Майман, ну вот я, пожалуйста, я снова к вам с вами вступлю в спор. Вот берут, например, насильно отторгают Косово от территории Сербии. Опять же, мне с Капри приведут примеры, рассказывают о том, что, значит, свяжались преступления сербы по отношению к колбанцам, значит, к косовским, а это было неминуемо. Это все, простите, как бы бла-бла-бла, есть территориальная целостность, Косово незаконно в нарушении Сербии, да, вот, ну, было отторгнуто, отторгнуто потому, почему? Потому что, собственно, Сербию поставили на колени, так, Сербию заставили, а чтобы сербы не возмущались, они, значит, заявили о том, что применение с Косово одно из условий вступления в Европейский Союз, точка, да. Значит, дальше, вторжение в Ирак, абсолютно надуманное, непонятное. Дальше, вторжение в Афганистан, которое продолжалось там на протяжении 20 лет, в итоге, что произошло с Соединёнными Штатами Америки, ушли, через месяц там установилась вся та же власть Стреливов. Какой был смысл 20 лет проводить эту операцию и тратить столько денег, которые бы позволили Украине победить Россию на протяжении месяца, если бы столько дали Украине, сколько дали армию Афганистана, вот этой, так сказать, которая, значит, там находилась под как бы патронатом внешних сил. Запад постоянно демонстрирует непоследовательность и точно так же, как в случае с Дуровым. И каждый раз это идеологически скрепляет глобальный юг, потому что когда вы исповедуете принцип, значит, друзьям всё, врагам закон, либо все животные равны, но есть равнее, это не всем нравится. И действительно, начинают ощущать в глобальном юге, что есть, условно говоря, там, господа, да, а есть вот те, кто им как бы подчиняются. А мы не хотим подчиняться. Мы вышли из того статуса, чтобы им подчиняться. На этом в том числе играет Россия на вот этих вот чувствах. То есть, так, грубо говоря, возникает альтернативный Западу центр. И об этом нужно говорить. То есть, собственно, о том, что международное право, оно было, безусловно, нарушено Россией. Но оно было нарушено Россией уже после того, как его, в том числе, и нарушал Запад. Конечно, это не оправдывает Россию. Россия – государство-агрессор, диктатор Путина и так далее. Но Запад, условно говоря, в данном случае, точно так же нарушал международное право и нарушает, и точно так же проявляет субъективность, как и Россия, давая тем самым возможность глобальному югу солидаризироваться для защиты от Запада. Разве не так? Все прекрасно, только они понимают, в чем вы со мной не соглашаетесь. Я только что сказал, что вот создается многополюсный мир, и одной из главных сил этого многополюсного мира является глобальный юг, который не согласен на диктат Запада и на диктат Соединенных Штатов. Что не обозначает, конечно, что они враждебны, в основном большинство этих стран, враждебны Соединенных Штатов. Это закономерно, это понятно. И, скажем, Турция и, я полагаю, Азербайджан хотят вступить в эту группировку БРИКС, потому что у БРИКС растущий экономический потенциал. Раз, финансовая стабильность, в которой прежде всего нуждается Турция, нет этой зависимости от Запада, и это обозначает и для Азербайджана, и для Турции увеличение числа союзников. Доступ, да, еще одно, прежде всего в целях Китая, доступ к новым технологиям, потому что Китай не говорит этому глобальному югу больше, что мы будем вам строить железные дороги и шоссе, но мы вам передаем технологию по AI, по искусственной интеллигенции, по зеленым технологиям и все прочее. И это пять или шесть причин, на которых БРИКС растет. Конечно, одной из этих причин является отрицание полной зависимости от Соединенных Штатов и от Запада, коллективного Запада. Надо к этому добавить, что именно глобальный юг имеет особое отношение к российской агрессии и войне украинского народа против России. То есть ни одна из стран, которые являются и будут являться членами БРИКС, не поддерживает полностью точки зрения Запада по вопросу агрессии России. Евгений? Да, и, кстати, именно поэтому Киев сейчас ведет переговоры о проведении так называемого саммита мира Саудовской Аравии, Катарам, Турции и, кстати, Индии тоже. То есть Киев прекрасно понимает, что эти страны глобального юга надо, так сказать, переманивать на свою сторону. Вот как раз о чем только что сказал коллега в плане вопроса войны между Россией и Украиной. И это очень важно в таком стратегическом направлении, хотя сейчас может показаться, что проведение вот этого саммита как-то не к месту и не вовремя в связи с событиями в Курске и так далее, но тем не менее. И действительно создание вот этих стран, то есть не создание, а коалиция этих стран и то, что Азербайджан идет в БРИКС, мне кажется, что в Украине воспримет это очень, так сказать, негативно. Но вы же сами говорили, что это очень положительный такой момент, что Азербайджан ведет многоверную политику, может дружить с кем хочет. И вот он идет в БРИКС и совсем недавно был визит господина Путина в Азербайджан и очень тепло принимали российского диктатора. Это тоже, я думаю, в Украине не вызвало каких-то радостных эмоций. Но вы сами говорите, что вот такая циничная политика, нам выгодно это, значит, мы будем дружить Путина. Вы знаете, Евгений, в Украине принимали президента Сарксяна, президента Армении. А президент Сарксян, это, я имею в виду в свое время, это, наравне с оборотом Кочеляном, это человек, который имел непосредственное отношение к Карабахской войне со всеми вытекающими последствиями. Но вряд ли Азербайджану было приятно в тот момент, когда территория Карабаха находилась под оккупацией, ради объективности. Просто политика, ну мы же знаем, что циничная такая штука и апеллирует к тому, что вот надо как-то определяться, тем более сейчас действительно нет такого черно-белого мира, что вы как говорите, за красных или за белых, а нет такого, потому что все гораздо сложнее и объемнее, чем вот наши и не наши. Поэтому я не критикую Азербайджану, я просто констатирую, что вот он сейчас чувствует, что, вот я согласен с коллегой, что БРИКС набирает обороты, а почему не присоединиться? Я думаю, что когда будет очередной саммит, он не за горами, 22 октября, насколько я знаю, в Казани, то Азербайджан, скорее всего, подаст свою заявку и не будет никаких проблем со вступлением в эту организацию. Но мне кажется, что тут не только речь идет об экономике, это действительно с одной стороны вроде экономический союз, но мы прекрасно понимаем, что экономика не может существовать вне политики, это взаимосвязанные вещи. Так что я бы не сказал, что БРИКС это чисто экономическая организация, в которой нет политических каких-то амбиций. Там есть амбиции и политического толка тоже. Да, вот господин Майман, знаете, я обратил внимание на интересную вещь. А когда появилась заявка Азербайджана сразу, когда Путин уехал? И обратите внимание, опять же, мы говорим о классе политика Алиева. Вот в 20-м году азербайджанская оппозиция критиковала Азербайджан, лично Алиева, за то, что он пустил на территорию Карабаха РМК, Российский миротворческий корпус. Не прошло и трех лет, как Российский миротворческий корпус вышел с территории Карабаха. Второй момент. Когда Азербайджан восстанавливал суверенитет уже в 23-м году, он попал во время двухдневных военных действий по базе российской. Погибли там люди. Значит, что сделали? Позвонил, извинился перед Путиным. И сейчас, вот казалось бы, Азербайджан подает заявку на следующий день после отъезда Путина. То есть, понятно, что в логике нашей мы бы сказали, что прогнулся. А на самом-то деле, насколько это мудрый, хитрый ход восточный. То есть, Алиев понимает, что Путину, собственно говоря, уже мало что интересно в этой жизни, но на седьмом десятке. То есть, он хочет говорить про то, нет, ну, послушайте, господин Майман, там есть, скажем, понятно, вот так, сакалы, которым все интересно и так далее. Но вот Путина неинтересно. Так вот, я о чем говорю, что у Путина какая тема после 25 лет президентства, да, ну, а знаете, год президентства, это год за два, что называется, да, тема с русскими школами, он постоянно об этом говорит, Азербайджан идет дальше, вот вам российско-азербайджанский университет. То есть, те темы, которые Путину приятно говорить, как пожилому человеку, ну, вот просто, да, вот он не хочет уже вникать в детали, в какие-то цифры, он прекрасно понимает, что уже Россия никуда не ринется вперед, не нужны какие-то программные статьи, это уже будет не при его жизни, ну, условно говоря, да, что там будет через 20 лет. Ему интересно, грубо говоря, те темы, которые ему реально интересны. Вот русские школы, российско-карабахские азербайджанские университеты и прочее, прочее. И вот Алиев, понимая, что вот, значит, ну, как бы Путину, значит, будет приятно, он специально подает заявку на следующий день после отъезда из Баку, то есть, как бы подчеркивая, что это состоялось после переговоров из координации с Москвой. И он в этом не видит ничего зазорного и не будет это воспримать, как то, что Азербайджан прогнулся. Ну, оцените красоту игры, насколько это хитрая политика со стороны Алиева, да, потому что, ну, скажем так, в нашей географии это бы расценили просто как то, что Алиев прогнулся, но в реальности это реально очень хитрый ход. То есть, он фактически Путину дает будьте здоровы, на правду, будьте здоровы, на двойную правду. У вас энергия на амброзию, как у меня, если у вас есть амброзия в Польше. И он, значит, и он, ну, просто удовлетворил эго Путина, как вы считаете? Ну, Путин приятно отдохнул в Баку. Всех этих забот, после этих всех проблем с войной, с экономикой, и со всем прочим, он очень приятно отдохнул с Алиевым Баку. Это, конечно, раз. Во-вторых, конечно, Азербайджан, который вот проводит, начинает проводить это в своем многовикторном политике, потому что Азербайджан стал сильнее, Азербайджан для Путина, для России является одной из дорог преодолеть угрозу изоляции. Угрозу изоляции. И тоже в экономическом смысле, потому что ограниченная санкциями экономика России, впервые имею в виду в основном российский экспорт, может пользоваться благожелательностью Баку. Это во-вторых, в-третьих, но все-таки визит Путина, потом его телефон в телефон Геревань на следующий день, создают хотя бы иллюзию, что Россия является серьезным игроком на Южном Кавказе. Вот. Эти три основных элемента, которые обозначают, что Путин и Алиев имеют много поводов для того, чтобы чувствовать хорошо друг с другом. Вот еще об этом заявлении Азербайджана в БРИКС. Это, конечно, не сюрприз, потому что еще во время заседания Шанхайской организации китайцы полностью поддержали во время дипломатических переговоров кандидатуру Азербайджана в БРИКС. Во время парламентского форума БРИКС глава азербайджанского парламента госпожа Гафарова получила тоже заверение, что кандидатура Азербайджана в БРИКС будет поддержана и Россией, и Китаем. Больше не надо. Да, но опять же, формально эта заявка была подана после встречи с Путиным, а это, понятно, заранее продумывалось, вот этот жест. То есть, это хитрый дипломатический жест Алиева, просто вот нужно отметить, скажем, вот этот элемент игры, то есть там, где вот в нашей географии бы увидели, ну, как-то, называется, прогнуться, конечно, так делать нельзя. Для Лива это не значит прогнуться, для Лива это значит умело манипулировать, скажем, слабостями своего контрагента, да, если контрагент уже на седьмом десятке, он ничего не хочет делать, он помешан на пиаре, ну, пожалуйста, дадим ему чуток пиара. Ну, то есть, ну, вот, по сути дела. Евгений, вопрос у меня к вам. Как вы оцениваете заявление последнего Лукашенко, где он, ну, скажем, разразился критикой в адрес Армении и Казахстана, что, мол, те не помогают России бороться с российской, то есть, украинской оккупацией Курской области? Ну, Лукашенко в последнее время удивляет, он, кстати, поздравил Украину с Днем независимости, тоже такой, я считаю, смелый ход в контексте войны. То, что он дал большое интервью Евгению Попову, он там высказал много разных интересных, так сказать, мыслей, в том числе, он сказал, что надо заканчивать драчку, вот так он называет войну, и что касается Армении, Казахстана, я знаю, что уже посла Белоруссии вызвали в МИД Казахстана и высказали недовольство насчет Армении, не знаю, но Лукашенко себе может позволить вот такие вот выпады, хотя он прекрасно понимает, что за этим может последовать какое-то дипломатическое напряжение, но для него очень важно было, что состоялось это длинное, я его не видел, интервью только какие-то кусочки, это опять же интерес к его персоне, и он себе может позволить какие-то вот такие вот выпады, но я считаю, что это очень некорректно было оформлено, во-первых, сказано, даже если у него есть какие-то претензии к этим странам, это не делается вот так вот в интервью, и вот к вашему, так сказать, спору по поводу Алиева, дело в том, что информация о том, что будет заявка БРИКС, была озвучена накануне еще визита, это сказал посол палат Бюльбюляглы, если вы посмотрите запись нашего предыдущего эфира, то я об этом как раз и говорил, что собирается Азербайджан вступать в БРИКС, и никакой интриги, и никакой сенсации не произошло, то, что вы говорите после этого, это формально, значит, он сказал, что собирается, а Алиев сказал, да, вот мы подаем заявку, так что это два последовательных шага, возвращаясь к Лукашенко, да, я считаю, что это такой вот персонаж очень такой неоднозначный, и нужно, конечно, прислушаться к тому, что он говорит, но то, что он многое говорит, не всегда в соответствии, так сказать, действительности, он хочет усидеть на двух стульях, с одной стороны, быть, так сказать, контрагентом Путина, а с другой стороны, к Западу, он постоянно какие-то там подмигивания, какие-то сигналы, что, мол, можно со мной договариваться, и я не такой вот уже, извините, отмороженный, как Путин, он все время пытается как-то как пуш на сковородке вертеться, не всегда ему удается, и то он говорит, что он будет баллотироваться в следующем году, то он говорит, что он уже устал, и выпускает указ о гарантиях бывшему президенту, то есть под себя этот, закон делает, то есть у него семь пятниц на неделе, и непонятно, собственно, что он завтра выкинет такой фортель. Так, коллеги, идем дальше, у нас еще два коротких вопроса. Визит президента Дуды в Киев. Визит президента Дуды в Киев на празднование независимости Украины, это очень важно, вот одно время как-то охладели отношения Польши и Украины, но сейчас они снова потеплели, куда-то рассосался агропромышленный кризис, так сказать, кризис сельского хозяйства, куда-то он делался, вдруг испарился, границы открылись, его Дуда в Киеве, это очень важный знак солидарности страны Польши. Вот как вы оцениваете господин Майман, там этот визит, кстати, был в любом моменте на пресс-конференции, когда Дуда просил президента Украины проявить гуманность в отношении оккупационных войск, если они в окружении российских, на что президент Зеленский, будучи очень эрудированным человеком, он сострил по поводу того, что у него может быть занято, если будет звонить ему кто-то из западных лидеров и тот же Дуда. Ну, все разразились смехом, естественно, но в каждой шутке, как говорится, есть доля шутки. И действительно, многие считают, что Украина как раз эта идея истойче обрела субъектность, когда она вышла в Курскую область, потому что все были против. И это действительно поменяло ситуацию, это ее разбалансировало, то есть это вообще сильная черта характера Зеленского, то, что он может делать реально сильные, идущие в разрез с западными партнерами ходы. Ну, это абсолютно правда, потому что Порошенко бы точно себя так не вел. Пожалуйста, господин Майман. Тогда очень кратко. На празднике появился польский президент господин Дуда. Это его уже пятые визитки с начала войны. Пятый. И была тоже премьер-министр господа Шамонета. И, конечно, лучше всего прозвучало то, о чем вы рассказывали, этот анекдот, когда Дуда просил просил украинского президента разрешить эвакуирующимся российским войскам выйти из Украины мирным путем. Вот, есть еще два элемента. Один, это полнейшая поддержка Украине, которая со стороны Польши, которую подчеркнул Дуда очередной раз, он сказал, что ему было приятно увидеть, что польские танки, польский танк твердый, то есть ПТ-91 пригодился Украине в этой войне. Но был тоже очень сильный, я бы сказал, польский элемент. То есть Дуда напомнил, что поляки, украинцы, литовцы, латвийцы, белорусы состояли многие сотни лет в одном польском государстве в Речи Посполитую. И это нас всех сближает, это совместная история. Я не уверен, всем ли это понравилось вспоминать Речи Посполитую, но лучше вспоминать Речи Посполитую, чем какие-то другие элементы совместной польско-украинской истории. Я думаю, что на самом деле политики перестали говорить о украинском хлебе, перестали говорить о других неприятных элементах нашего сотрудничества, что открылись границы, это все прекрасно, но надо тоже помнить, что даже при самой сильной поддержке Польши, других стран Евросоюза, вопрос украинских продовольственных товаров и другие экономические вопросы вернутся, когда начнутся всерьез переговоры насчет украинского членства в Евросоюзе. Господин Маймон, кстати, я вам все-таки задам вопрос по поводу Курской области, вы как-то это не откомментировали, а ведь действительно создается впечатление, но опять же, надо это должное президенту Зеленскому, вот тут я всегда объективен, он большой молодец, он умеет выходить за рамки дискурса, это его сильная сторона, то есть, если ему рассказывают о том, что вот есть некое правило, что туда нельзя, туда нельзя, сюда можно, он сделает это, как он считает нужным, это вот, ну, это реально его сильная сторона, понимаете, вот у него есть харизма, есть мужской характер, и действительно создается впечатление, что Курская операция очень многое изменило, ну, то есть, по большому счету, что мы сейчас видим, да, Россия наступает на востоке, но украинские войска бы стачивались на востоке, но Россия так иначе бы наступала, но сейчас мы имеем ситуацию, когда Украина очень успешно там воедет в Курской области, неизвестно, еще как это развернется, и это действительно Россия выбила в какой-то степени скале, подняла очень много вопросов, значит, господи Мамин, как в Польше анализирует то, что происходит, потому что вначале было много скепсиса, а сейчас уже все всерьез оценивают то, что происходит. Ну, это, вы уже об этом говорили, совершенно изменило ход, то есть, философию этой войны, оказалось, что эта война не проводится только на территории Украины, то есть, жертвы агрессии, но с другой стороны, не надо увеличивать успех украинской армии в Курской области, все-таки там создана военная команданта, комендантура, все путем, вот, оккупирован довольно небольшой процент российской территории, и с военной точки зрения, это не является каким-то коренным переломом в ходе войны, тем более, что у наших военных создается впечатление, что Россия вообще не собирается проводить какое-то контрнаступление в Курской области, и россияне как-нибудь могут смириться с тем, что определенное время эта территория будет находиться не-не-не-не-не, подождите, господин Мамин, остановите, минуточку, минуточку. Второе. Давайте. Второе. То, что, если были какие-то надежды среди киевских военных, что вот этот Курский заход ослабит на Востоке Российское наступление, но эти надежды не сбылись. Смотрите, господин Майман, тут есть два момента. Первое, опять же, то, что говорит Алексей Арестович, и с ним согласен. У России долгое время была эта история по поводу реалий на земле, что мы вы должны согласиться с реалиями на земле, а на Украину. Но если реалий на земле, окей, значит, тогда у Украины остается часть Курской области. На это Россия пойти не может. Естественно, тема с реалиями на земле, она откуда? Второе, обменный фонд. Реально пополнился значительно обменный фонд украинский, который сейчас позволяет меняться с Россией. Россия сама идет найти переговоры по обмену. Впервые сама предлагает обмен, потому что там же у Украины российские срочники, а срочники – это очень чувствительная тема. Это не те люди, которые воевают за деньги. Это люди, которых мамы отправляют, и они не планировали, что они попадут в украинский плен. И здесь можно согласиться с Арестовичем, что эффект от операции военной в Курске когнитивно намного выше, чем реальный военный успех. То есть это ударило по внутренней ситуации, значит, вокруг срочников. Это ударило по отношениям России и ОДКБ, то, что ОДКБ никак не реагирует. Это поставило ситуацию в России, в принципе, в тупик, потому что сейчас идет перепасовка ответственности за то, что произошло, и постепенно адаптация. То есть это в том числе укрепило мораль украинской армии и подорвало мораль российской армии, потому что Украина как бы дала поддых. И неизвестно, это последняя операция, либо будут еще какие-то украинские операции. Вот как вы считаете, если так смотреть? Да, я согласен. Мы уже несколько раз говорили о том, что это все имеет, кроме чисто военного, огромное символическое значение. Впервые с 1941 года иностранные войска на территории России, что это имеет огромнейшее значение для авторитета российской власти и российского военного командования. Это все правильно. Но Курский заход не будет, не изменит хода войны таким образом, как, я думаю, некоторые обозреватели в Киеве рассчитывают. Евгений, пожалуйста. Да, я парадоксально перекину мостик в прошлый вопрос по поводу визита польского президента. Он сказал фразу, которая меня, честно говоря, очень удивила. Он сказал, что я убежден, что война скоро закончится. Я не вижу никаких предпосылок для того, чтобы это действительно осуществилось, и мне непонятно, откуда у него такая уверенность, что это действительно в ближайшее время перезайдет. Но в рамках того, что вы сказали по поводу Курска, чего не произошло в России, в России не произошло перелом общественного мнения, и вот те же граждане Курской области апеллируют к местной власти и совершенно не видят, так сказать, вину федеральной власти, что это, собственно, вина Путина, что произошло. Они очень в этом смысле были за руки. Они видят, что местная власть не справляется. Потом такой интересный момент. Вот эти 10 несчастных тысяч, которые обещали людям выплатить, они не всем положены, оказывается. Те, кто самовольно покинул Курскую область, то есть уехал, неорганизованно эвакуировался, они не могут претендовать на эти несчастные выплаты. И таким образом у людей в России до сих пор нет вот этой антивоенной какой-то позиции и понимания того, что, собственно, раз война пришла, извините, в наш дом, то нужно что-то с этим делать не в плане бежать, куда глаза глядят и пятки сверкают, а в том, что кто виноват, что делать и почему это произошло. То есть, к сожалению, вот этого нет. И даже сейчас рейтинг Путина понизился на 5%, но это верить этим цифрам тоже не приходится, потому что эти цифры явно завышены. И самое главное, что несмотря на то, что скоро будет уже три недели, как происходит, как в России говорят, события, вернее, ситуация, нет, до сих пор, мне кажется, Россия так и не поняла, что произошло, что это действительно не какой-то там сон, жуткий, не какое-то недоразумение, это осознанный такой шаг был, очень рискованный, я сразу говорил еще несколько минут, что это очень рискованный шаг, но он абсолютно оправдан, и я с вами соглашусь, Михаил, что это, может быть, не последняя так называемая операция, еще есть Крым и другие направления. Так что в этом смысле это очень важно. А что касается изменения общественного мнения, то надеяться, что в России завтра, как по щасочку какому-то, произойдет какое-то переосознание, переосмысление, что люди скажут, да, собственно, нам война вообще не нужна как таковая, давайте это все завершать. Нет, к сожалению, общество настолько зомбировано, что они не могут сложить два и два и понять, что в том, что обстреливают Курскую область, виноват прежде всего Путин, а не какой-то несчастный губернатор. И в завершении, господин Майман, короткий вам вопрос. Вот как вы оцениваете претензии Лукашенко в адрес Казахстана? Знаете, я когда-то написал статью насчет Лукашенко, и она называлась «Рогатый белорус». То есть оценивать действия Лукашенко какими-то категориями западного политика или западного дипломата не стоит. Конечно, он полностью зависит от России, но это черта его характера, что он время от времени что-то придумывает, что-то приходит ему в голову. Скажем, это интервью, о котором говорил Евгений, да? И так оно и будет. Знаете, если ему вот сейчас не понравился Казахстан, это не обозначает, что через три недели он начнет дружить с Казахстаном, а ему потом не понравится Узбекистан. То, что он делает всякие жесты по отношению к Западу, мы к этому привыкли, что он демонстрирует свою независимость как «Рогатый белорус». Мы к этому тоже привыкли. На закончение, мне предстоит дебат, конференция, которую организуют белорусские мигранты. тема этой конференции как наказать Лукашенко за геноцид и за военные преступления. И это придумали такую тему иммигранты, меня там пригласили. Я, честно говорю, не знаю, что сказать. Если вы мне подскажете, я буду очень благодарен. Ну что же. Евгений, пожалуйста, реплику, если у вас есть. Нет, но я уже по поводу Лукашенко всё сказал. Я считаю, что это такой уникальный, ну, своеобразный очень такой человек, который, можно сказать, даже случайно оказался на вершине власти, как и Путин в своё время, и ему удаётся балансировать, показывать чудеса какой-то квилибристики. Но что-то мне подсказывает, что он уже морально готов к тому, чтобы как-то уйти. И вот этот указ, который он подписал, он не просто так его подписал, а с каким-то, так сказать, дальним прицелом. Спасибо большое, коллеги, за это интервью. Я вам безумно благодарен. Спасибо большое, коллеги. Я вам безумно благодарен. Слава Мирмайману, Евгений Кутин, забыли сегодня с нами. Коллеги, до новых встреч. Всего доброго. До свидания. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова